Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить State of Decay. Вернее, не проходить, а играть в него, потому что эту игру просто так пройти невозможно. Это Sandbox Песочница, именно этим она и хороша. В последней серии на связь вышел Рой Сантос, по-моему, Рэй Сантос. Предлагает нам какую-то сделку, торговлю, но этому товарищу нельзя доверять, поэтому сейчас я переключусь на более адекватного персонажа, на Маркуса, соответственно. Вооружу его, он и так вооружил, в принципе, неплохо. Сейчас мы просто наберем ему патронов, патронов, хотя нет, патронов тоже хватает. Так, возьмем еще. Нет, не возьмем еще. Так, чтобы еще взять, давайте возьмем донату на всякий пожар, потому что что-то люди там какие-то не совсем хорошие, явно. И пару лечилок. Тоже, я думаю, лишним не будет. Кстати, одно давайте сразу используем. Подожди, это амфетамины? Амфетамины это опасно. Можно и поехать куда-нибудь в край розовых пони. Останавливает стамину. Возможно, привыкание. Ух ты, этого бы нам не хотелось. Хорошо, потратили очки влияния. Ну и ладно. Вот, метадон. В принципе, намного будет достаточно. Один скушает прямо сейчас, второй оставим. Так, дальше. Пушка ударяжена. Готова к бою. На ней еще 8 выстрелов с глушителем. И, в принципе, давайте выдвигаться. Здесь у нас что? Используйте шум, чтобы привлечь внимание зомби. Как думаете, это стоит того, нет? Давайте мы сначала к Сантосу съедем. А потом уже займемся, возможно, этим делом. Возможно, и не займемся. Потому что эти дела, случайные, они никогда не заканчиваются. Куда ж ты лезешь-то, а? Хорошо. Машину нужно какую-нибудь... Типа вот этой. Потому что она может выжить очень много. Из себя. Ого! Так, нам больше такого не надо, пожалуйста. В принципе, у нас все хорошо. База держится, мы ее неплохо обустроили. И народ, как видите, сдерживает нашествие зомби. Все как надо. Так, это что за труба? Там я не был? Нет, я там был. Там у нас завод на другой стороне решки. Все, говорит, в порядке. Я терпеливый человек, а ты занят. Но я бы очень хотел с тобой поговорить. Что же он приятного? Навяливает себя. Здесь у нас судья и ее компашка, которому я не сильно доверяю. Так, он там наверху. Давайте почистим. Окей. Приехали. Отсюда залезем, нет? Сомневаюсь, честно говоря. Нет, не залезем. Маркус силен. Маркус крутой. Так, хорошо. Поднимемся сначала на самую крышу, а потом будем уже смотреть, что да как. Ну, здравствуй. Раша, ты справился. Надеюсь, это тебя не слишком отвлекло от твоей дороги. Я сюда прихожу временами, чтобы подумать. Здесь ты понимаешь всю картину в целом, понимаешь? Смотрись. Моя семья пустила глубокие корни в этом городе. Мой бабушка начал с ничем, но купил несколько дюжин акров. В общем, он построил лесопилку и стал довольно успешным человеком в этом городе. Мигель, его звали. Он стал первым мэром этого города, латинским. Теперь это все не имеет значения. Моя семья всегда заботилась об этом городе. Это просто плохие времена. Я знаю, что сейчас мой отец и дедушка смотрят на меня. И говорят, ты должен сделать правильную вещь. Я просто помогаю, как могу. Вам нужны суплай, то есть припасы. Я могу поторговать. Ладно, я, говорит, не буду занимать то время. Сам думай, сам решай. Дай мне здесь освоиться, после этого я тебе позвоню. Увидимся? Хорошо. Ладно, ты обереги себя. Ну, Рэй. Не знаю, можно ли тебе верить. Автомеханика. Машина. Осмотримся маленько. Полицейский департамент? Это хорошо. Можно найти машину какую-нибудь, я думаю. Сват-зомби ходят. Я, честно говоря, не заметил, что они чем-то очень сильны, эти сват-зомби. Но они в бронежилетах, поэтому у них, скорее всего, стрелять смысла особого нет. Жиггернауты ходят, инфестейшны, скримеры. Полный хипец. Стройка. Так, хорошо. Кругом дома. Здесь, в принципе, хватает мест, куда можно залезть. Очень много скримеров, жиггернаутов. Это меня беспокоит. Пока что это самая опасная местность, насколько я вижу. Офисы. Офисы. Это не сплошные офисы. Так, там можно устроить дом. Там, похоже, какой-то Walmart местный. Еще дома. Блин, а тут хватает прикольных мест, да? Орда-зомби. Но и очень опасный. Это что? Пожарка? Да. Хорошо. Блин, да офигеть, сколько всего тут. Ну ладно, смотрим. Все это лишним явно не будет. Так, анклав местный. И прямо подо мной тоже хватает всякого интересного. Так, офисы. Офисы. Одни сплошные офисы. Ух ты, там можно найти медицину. Мне сейчас не так уж сильно нужно, я недавно только сходил как раз в предыдущей серии и получил. Так, окей. Блин, и сколько тут мест, которые нужно помечить, тут же. Просто пипец. Неплохо так и смотреть, да? Так, вот. На. Блин, там еще что-то есть. Автодилершип. Что же там такое? Там машина продает? Значит, машину не вижу внутри. Я предлагаю сейчас сходить в полицейский участок. Я думаю, это будет интересно. И очень полезно в итоге. Так, это получается у нас... Блин, опасно. Можешь мне помочь, говорит Лили? Ой, нет, подожди, говорит, это глупо. Что? Я паковала вещь моего папы. В общем, ей нужна вещь, которая могла бы ей напоминать отцы. Если ты отправишься, говорит, туда, где он умер, и привезешь мне эту вещь, я буду очень счастлив. Нет, забудьте, это глупо. И очень рискованно. Извини, что вообще я заговорил об этом. Ну, на самом деле, это, конечно, просто дичайше глупо. Но, в принципе, как бы мы рядом, а это очень далеко, это в самом начале, это получается... У-у-у-у, пипец, это вот тут. Надо будет съездить, потому что это, возможно, поможет нам сохранить приятную дружескую атмосферу в нашем коллективе. Хотя мне плевать на них. Но с людьми, которые готовы сотрудничать и жить легче. Так, окей. Вот он, да? Подожди, нет. Вот он, получается. Хорошо. Не очень удачно это все, потому что здесь поблизости лимфестейшн. А это, надо сказать, плохие новости для любого персонажа, каким бы сильным он ни был. Так, Рэй предлагает... Да. Я предлагаю сходить посмотреть. Сначала посмотрим, что у нас тут. Здесь, я думаю, неплохое место для лаппоста. Сначала почистили. О, дробовик А12. Круто. Так, ребята, приезжайте сюда. Возьмите патронов. Скотина тут. Скотина тут. Маркс кому угодно стучит. Кто-то подходит. Явно нехороший. Так, записи. Эти записи нужны ли нам? Дорогой, неважно, как тебя зовут, мудак, который пришел ограбить мой дом. Одна банка еды на этой кухне отравлена. Удача, засранец. Хе-хе. Ты что, издеваешься, что ли? Ох, хорошо. Хе-хе-хе. Это было смешно. Блин. Я теперь не хочу на этой кухне ничего набирать. Ничего не нашли. Так, здесь больше ничего нет? Может, это снизу что-нибудь? Это вроде нет. Они прямо за стеной. Так, тут топливо. А там вот может быть оружие. И оружие, если что, я буду именно ломать. Я не буду таскать. Я буду набирать полные загромы оружия. Так, ничего опять же. Что-то нам сегодня не сильно везет. Твою мать. Услышали? Да, я думаю, все услышали такой. Хотя, вроде, спокойно в округе. Граната. Круто. Уже две гранаты. О, как ты посмотри. Гренейт лаунчер. Нет, это я возьму с собой. Слышь. Слышь. Я беру это дело домой. Смешайте. Мы ждем. Хотя пора бы уже на самом деле ломать это все, потому что припасов уже не так много остается. Слишком много инфестришнов вокруг нашего дома, надо будет почистить. Так, скевинджеры еще не пришли, так что если что-то хорошее сейчас найдем, то послать будет некого. Так, сначала надо почистить и полностью обыскать. Хороший такой полицейский участок, да? Мы уже две пушки нашли. Но обе такие, дробовик он более на ближнее расстояние, а Grenade Launcher он вообще не скажет, что сильно пригодится нам во время обычной битвы. Туалеты. Хорошая туалет. Так, и что все что ли? Чего-то я походу еще не вижу что ли? Или как? Здесь сегодня ничего нет. Подожди, а где у них тут китчен кухня? Так ты вроде все обыскал, или что-то просмотрел. Ну, понятно, что что-то просмотрел. Так, мы все равно есть люди везде. А, вот, смотри, что ли? Ты не один из-за этого. Я проверю, что здесь... А, это Эд. Найденько! Слишком много крутых вещей. Короче, нужно доползать до машины и... О-о-о-о! Блин, ну это просто... Море пушек. Мне везет. Патроны под них, в принципе, и есть. Я думаю, будет круто. Но не так много. Так, ладно, флоры собрать не будем. Сначала надо убить зомби, хорошо. А, если вы слышите сирену, то это у меня на улице. Это не в городе. Тут никого нет, тут все мертвой. Я просто с открытым окном. Кому-то нужен эскорт домой. Это не рядом ли со мной, товарищу? Нет, это сапплайера. Здесь у нас подарок от Сантоса. Вдруг в беде. Блин, это сайт квеста кругу. Я думаю, вот этим поможем. Сейчас прям по дороге поедем. Ну, в этом смысле. Я думаю, один все-таки. Спокойно, спокойно. Ребята. Это все. Все плохо может закончиться. Все, топим отсюда. Неплохо загрузились. Это один из самых удачных вообще. Походов из тех, что были. Машинка. Вывози. Так, что где-то там? Держись. Свободные. Офигеть вас тут. Твою мать! Ты не то делаешь. Давай, братюня. Израиль, это ты. Все. Нормально. Ну-ка, может, этот рюкзак. Ну, блин. Я даже не знаю. Все. Топим. Блин, там еще товарищи. Может их спасти? Все, я помог ему? Считается, нет? На меня все бегите. Я думаю, отвел от него больше часть проблем. Что? But why? Why, мистер Андерсон? Оф-фу-фу-фу-фу, ты посмотри. Эй, у тебя немного на тебя. Машина, держись только. С дверью вышел вместе. Ну все, Израиль. Нормально теперь? Эм, Израиль, ну какого черта? Да, машина, конечно, прости, но другого у нас не получалось. Так, отсюда мы не проедем. Сейчас выгружаем его и по-быстрому едем помогать. Там еще у нас товарищи какие-то. Хорошо. Будем надеяться, не починить, хотя вроде не туда поставил, куда нужно. Парковка вроде как с этой стороны. Хотя вроде нет, без разницы. Так, нормально. СКС, извини, но ты уходишь в историю вместе с А-12. Вместе с гранатометом, с пистолетом. 7-62. А ты у нас пытаешься 5-56. Так, выбираем у тебя. Или продаем, как некоторые в комментариях говорят. Ну это инвентарь, он тут так работает, елки-палки. Так, 5-56. Хорошо, один рожок. И быстренько помогаем нашим. Что, уже все, что ли? Так, ну пометим сюда, потому что это, скорее всего, просто нам сейчас нужно... Подожди, ты чё не зашел-то? Ой, Израиль, ты такой тупой все-таки. Япона, мать. Ты идешь? Пойдем. Подожди, из... Все, справился, наконец. Так, хорошо. Уважение, просто куча. Теперь давайте посмотрим, чего у нас там народу не хватает. Прокачаем. Тут на кухне нужно, я думал, приготовить что-то. Нужны хинкс. Не знаю, что это. Окей. Что еще нам может понадобиться? 25 кирпичей на это тоже. Ладно. Так, здесь все нормально, в общем. Мне кажется, что мы не потеряли возможность. Так, сюда тоже. Смотрели, проверили, остались довольны. Давай поедем, поможем этим товарищам. Но после этого уже к Сантосу. Народ там со снайпеской отрабатывает, да? Звуки такие. Сад построили, круто. Нужно, говорит, убираться отсюда. Пока, говорит, зомби не убьешь, я отсюда не поеду. И что, мне всех убить? Видишь? Все вещи не все плохие. А, это сват зомби. Я думаю, что его голову не пришибает. Все, валим. Блин, да сколько это? Что она творит-то-то вообще? Ты идешь, нет? Куда она пошла? О, да, мать. Ну, вот, блин, женщина. Спасает после этого. Типа она пешком доберется? Да вы посмотрите на нее, она, блин, 10 метров не пробежит. Беги, беги, дама. Беги. Че-то я даже не знаю, может, это конфисцейшн пока почистить. Хотя это просто строящийся дом. Ой, ладно. Было столько всего, столько всего, блин. Странное. Просто странное. Хорошо, возвращаемся домой. Да, в принципе, на сегодня закончим, наверное, в следующей серии. Пойдем посмотрим, что там с подарок у Сантоса и что он вообще от нас хочет. Какой-то мутноватый паренек, скажу честно. Я никому не верю. Не верю ни судье, ни ему. Все они какие-то очень выглядят подозрительно, корыстно. Явно от нас чего-то хотят. То есть на собственную наживу. Ну и, в принципе, на этом все. Вон у нас сад растет. Круто. Так, че, нормально. Давайте на этом и закончим. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok